Доброе утро, мои дорогие! Ой, какая же погода! Ещё и дождик что-то моросит. А я еду в медцентр. Жду Толика. Надо кровь съездить сдать. Вот она, началась жизнь российской пенсионерки. Поликлиники, клиники. Чего я всегда очень не хотела. Терпеть не могу, лечиться. И всё равно час настал. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Как знаете, бабушки есть, которые там голова заболела. Они тут же в поликлинику сидят там, общаются. Клуб по интересам, так сказать. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Для меня это прям... Ой. Ха-ха-ха. Не люблю. Так, ну где этот Толик? Который еду, сейчас приеду. Всё в кабельках. Холодно. Когда уже тепло-то будет? Когда я уеду. В твою миссию. Когда я уеду. Тепло. О, какой тут вид из окна. Видите, сегодня ветер какой. Ненормальный. Дворы, дворы. Нет, всё... Всё хорошо, но... Ой. Мне... Знаете, чего мне нравится? Вот чтобы взять кровь, тут распишитесь, там распишитесь. Подождите договорчик на УЗИ. Но с УЗИ-то тоже не всё просто. Раз в неделю УЗИ приезжает. И у них уже на утро всё расписано. А так как УЗИ всё в основном делаются на голодный желудок, то до часу дня терпеть. Сами понимаете, радости мало. В общем, короче, я могу и... И не сделать УЗИ. Так, где мой Анатолий? Вон он стоит. Не уехал никуда. Ну вот, распускаю этот шарф. Бог даст, потом свяжу топотушки из него. О чём мне очень нравится. Цвет такой прям интересный. Вот, но вязать я буду, наверное, в две нитки, поэтому топотухи будут такие прям даже поплотнее, чем этот шарф. Ну вот, получились два вот таких клубочка. А кажется, да, такой шарф здоровый. Да. Надо посмотреть, какие у меня там ещё остались, может, цвета. Ну, чё-то там, мне кажется, мало совсем. Если и есть. Ну что, мои хорошие. Вот. Футболочка получилась у меня. Прям... Прям ничего. Ну, я в ней, собственно, собираюсь ходить-то тут, у дома, на участке, поэтому... Ну... Ой. Вот. Она мне очень понравилась. Она такая, знаете, как индейец. Сделала футболочку себе. Буду во дворе ходить. Вот как сказала, да, Коко Шанель? Вещи ручной работы – роскошь. Иметь их каждому не обязательно. Кто хочет их получить, либо платит мастеров за труд, либо делает это сам. Вот как сказала. Вот не зря была великая женщина. Господи, совсем забыла. Меня давно кто-то из девочек просил... Я в каком-то видео говорила про Крэйзи Агат. Октагон называется. Просили показать. Вот, девчонки, показываю. Вот такой вот Крэйзи Агат октагон. У меня две бусины есть. Ну, довольно-таки редкий камень. Вот всё никак. Ну, давай, что ты не хочешь фокусироваться. Вот. Ну, на самом деле, они... Тут они прям какие-то коричневатые. Нет, они такие более светлые. И вот никак я их никуда не пристрою. Серьги из них сделать, они, видите, прям вот это толще бусина. А это тоньше. Ну, сходит с ума. Не может настроиться. Так. Может быть, в какое-то украшение их добавить? Найти какие-нибудь подходящие по цвету бусины и добавить что-нибудь яркое? Вот сижу, ломаю голову. Так что вот Крэйзи Агат называется. Октагон. Ладно, будем думать. Ну что, мои дорогие, долго-долго я с этой совой долго ковырялась, но в результате вот такая у меня сова получилась. С яркими глазами, крылья, веточки с шишками, свечка новогодняя, видите, да? вот, в общем-то. Носик, когаточки, все на месте, сзади тоже свечка новогодняя. Ну, я еще елочком покрою, вот это вот уберу. Ну, раскрашивать я ее не стала. У меня получилась полярная сова белая. Ну, и как-то неожиданно получилась новогодняя. Вот такая вот куча, только вот эти вот пообрезала. Потому что такие космы уже тут были, что невозможно из этого желоба даже мусор вынести. Ой, сколько еще по всему участку надо убирать. Ой-ой-ой. Хмурый такой день. Хмурый. Но ветра нет. Тихо. Хмурый. Горлицы ухукают. Вот представляете, в Крыму сегодня вот у нас плюс шесть. И в Мурманске плюс шесть. Как вот это может быть? Костя вчера звонил по видеосвязи. Везде растаяло вокруг магазинов, там везде по дорогам. Ну, тротуары-то так не чистили, как дороги, поэтому там сейчас, наверное, ой-ой-ой, что творится. Ну, вот, представляете, погода как в Мурманске. Вот как бывает. Вот, уже фонари зажгли. А я только убрала. Да позвонил Костя, и мы с ним проболтали почти час. по вайберу. Вот, он там же видео, два видео выложил. Попроси, говорит, девочек своих, пусть посмотрят. Девочки, посмотрите, пожалуйста. Там ссылка под вчерашним видео и под этим видео будет. Нет, не вчерашним. А, ну, вчерашним, да, и вчерашним, и позавчерашним, наверное. Ну, человека же хочется, человек старался. Человек специально купил камеру, прикрепил её на снегоход. Я говорю, надо, чтобы кто-то тебя сбоку снимал, потому что так видно только тебя и горы немножко. Довольный такой. Так ему понравилось, как они съездили. Накатались там. Да, как хорошо, когда человек увлечён чем-то. Они сидят тупо, знаете, как приходят с работы, сядут на диван, вот это пиво пьют, и смотрят телевизор, и всё. Просто как люди вот так живут. Для меня это абсолютно непонятно. Вот я сегодня вроде бы ничего не сделала. Ну, потому что пока съездила вот это, пока съездишь в клинику, пока вот это время проходит, пока дома что-то, да, посуду помыл, там что-то пошла, там стирка загрузила, потом сходила, вот начала разрисовывать сову. Ну, вот как-то мелочи, 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 и время пролетает, а ничего путного не сделано. Вот уже и вечер. Нету заката сегодня. Никакого. Так что, мои дорогие, давайте будем вот в такой серости прощаться. Давайте, мои золотые, не болейте. Самое главное, не болейте. Пусть всё у вас будет хорошо. Берегите себя, пожалуйста. И близких своих берегите. Потому что близких терять очень тяжело. Просто невыносимо тяжело. Так что, и давайте будем друг друга беречь. Вот чего. Вы меня бережёте. Спасибо вам огромное. Я как читаю, у меня аж слёзы текут. Ну, лапоньки мои. Спасибо вам огромное. Вы у меня самые лучшие, самые умные, самые всё понимающие, самые добрые. Так что, спасибо вам. А то сейчас разревусь. Ну, ладно. Давайте. Хорошего вечера, спокойной ночи. И чтобы завтра обязательно встало солнышко. И мы его увидели. Всё. Я вас обнимаю, мои дорогие. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»